Радиовера и издательский дом Фома представляют Праведный Феодор Ушаков Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы Ответить непросто, заглянем по-соседски Знакомому доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Здравствуйте, ребята Ну как вы поживаете? Мы с Алтайкой, например, просто отлично Да, Алтай, немецкая овчарка и мой верный друг А я Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии Сейчас в основном помогаю храму по соседству Читаю, гуляю, принимаю гостей Наши с Алтаем любимые гости Это Вера и Фома Брат и сестра, наши соседи Познакомились с ними как-то на прогулке А теперь часто встречаемся Пьем чай, рассуждаем о том, о сём Да, с ними не заскучаешь Бывает, что и в путешествия вместе отправляемся Только путешествия у нас необычные Но об этом позже Пора и чайник ставить Ребята с минуты на минуту придут О, вот они Дядя Миша, здравствуйте Здравия желаю, Михаил Гаврилович А, привет, Алтай Привет, Фома Здравствуй, Верочка Разувайтесь, проходите к столу А, правильно, Алтай Ребятам сначала руки надо помыть Ой, а чем это у вас так вкусно пахнет? Да, у меня прям слюнки потекли ещё в ванной А это французские тосты Вот к ним сливки А вот апельсиновый джем Ой, какая вкуснота и красота Ну, держитесь, тосты Я с вами мигом разделаюсь Вот тебе вилка, Верочка И тебе, Фома, вилка и нож Спасибо, Ток Орудия к бою Нападение Какой у тебя, Фома, сегодня настрой Прям воинственный Да, Фома тут ходил на рулевую игру И теперь со всеми подряд воюет Вообще, что ли, Вер? Не рулевая, а ролевая Реконструкция Пора бы уже запомнить Ммм, подумаешь Ну, 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 не ссорьтесь, дети А ты, Фома, лучше расскажи поподробнее Так, чтобы нам с Верочкой было интересно И Алтаю У нас тут, в общем, за городом Проходила реконструкция одного сражения Времён Второй мировой войны Мне очень понравилось А что тебе конкретно понравилось? Ну, там танки, тридцатьчетвёрки Были прям настоящие И они штурмом брали вражеский блиндаж А те из пулемётов и пушек стреляли Но наши победили Ха! Да, уж захватывающе, наверное Вообще, как будто я в те времена попал И очень много нового я узнал об истории О военном деле Прям тоже захотелось стать военным Тут и учёным хотел быть Потом путешественником Но это всё ещё хорошая профессия Я бы не хотела, чтобы ты был военным Ну, а почему, Верочка? Потому что военные должны воевать на войне А там могут ранить Или вообще в плен взять Угу Ты вот сразу думаешь про плохое А может, я вообще буду только побеждать всегда? Так не бывает Вот и бывает Нам Михаил Гаврилович рассказывал Кстати, что у Фёдора Ушакова, например Вообще не было ни одного поражения Забыла? Ох, я и сам уже забыл А и правда Когда мы про Димитровскую субботу беседовали То и о святом воине Фёдоре вспоминали Нет, я помню А почему, кстати, он был таким непобедимым? То есть я помню, что он моряков тренировал хорошо Но не только поэтому же А может, мы вообще посмотрим на всякие сражения Ушакова? Мы тогда как-то по верхам прошлись Ничего почти не увидели Давайте, конечно А вон Алтай уже ошейник нам несёт Который переносит нас в возможную реальность Держитесь за поводок Закрывайте глаза И вперёд Ну, я думал, мы сразу на флот попадём на корабль А мы в поле каком-то Тут моря даже близко нет Как солнышко-то печёт Жара Да, Алтайка, ты уж извини Попаришься ты тут в своей шубе А дяденька там ещё траву ухосит В такую духотень И мальчик ему помогает Да они целое поле скосили вдвоём Бедненький мальчик У него коза вон не поднимается уже А дяденька ему велит не отставать Разве можно так мучить ребёнка? Да О, смотрите, все силы собрал И раз, и раз Всё Домой пошли? Нет, заворачивают в какой-то сарай Проходите, не стесняйтесь О, это как у нас на даче Столярная мастерская Они что, снова работать будут? Нет, смотри У них здесь лодка Видимо, они её только недавно сделали И она сохла Молодец, Федя, сын Добрая лодка вышла Столярному делу я тебя обучил А, Федя, я понял Это Фёдор Ушаков в детстве, да? Да, верно Ого Так он сам сделал лодку? Я тоже папе помогаю в мастерской, конечно Но лодку пока сам не смог бы смастерить Ничего, Фома Всё впереди Вообще-то у нас резиновая лодка есть Она легче деревянной И хранить её проще Да уж, судостроение ушло вперёд А Федя один тащит лодку во двор Ну-ка я ему помогу Какая тяжесть Нет, одному такую не дотащить Брата возьми на реку И Никиту У него ещё брат есть Побежали, посмотрим Во Он тут дрова складывает А нет, погоди Что это он делает? Гнездо птичье снял Эй, прекрати птенчиков мучить Ой, Федя меня чуть с ног не сбил Ого, ты смотри, как он на брата набросился Кулаками прямо бьёт Но брат постарше и посильнее всё-таки Давай, Федя, вставай Эх, нет, сил ещё не так много, как у этого разрушителя гнёзд Ещё и смеётся над ним Ты, Федька, оглашенный, что ли? Из-за глупых тварей чуть брата не убил Сам он глупый Ага, а Федя брату говорит, что нельзя трогать тех, кто меньше тебя Вроде помирились Ага, других ребят на реку зовут Как красиво тут И ароматно О, земляника Вот там впереди уже река, кажется Точно, пришли Эй, ты куда, Алтай? Да, в воду побежал, жарко ему Не, он рыбу ловит О, какая большая вокруг него плавает Алтайка, я тебе помогу Хватай её Ой, какая скользкая Алтай, фас Эй, нет, вырвалась На глубину плыла Алтай, а ты чего там живёшь? Да у него немного чешуи в зубах осталось А мы все намокли ещё Ничего, обсохните уже до возвращения домой О, я даже не заметил, как ребята пришли Да, уже в лодке отплыли от берега Куда это они? Вершу проверили А что такое верша? Ну, это что-то вроде сети, но из прути А, вроде клетки для рыбы, да? Ну, вроде того Ого! Да это же Федя гребёт сам Другие мальчишки ему даже не помогают Кажется, кого-то поймали Да, есть несколько рыбок О, это же наша рыба там Без чешуи на боку Так нечестно Мы её первые поймали Верочка, Фома, мы всё равно не смогли бы забрать её с собой Ну, ладно Да вон он Ого, ну даёт Даже мальчишки его зовут Морянин А что такое морянин? Моряк? Ну, моряк, житель Приморья А, моряком прозвали Это верно Вон он даже плод уже успел связать себе Собрался на него, какой-то палкой гребёт И команды всем мальчишкам отдаёт Как будто он на корабли Ребята тоже пытаются себе корабли построить Только у них так быстро не получается, как у него Да уж, весело у них тут Я тоже следующим летом плод себе свяжу Я понял как А мне? Мне свяжешь? Тебе не свяжу Ну, ладно, и тебе свяжу, так и быть Мы тоже будем, как моряки, плавать Ну что, моряки, обсохли? Ага, у меня даже волосы высохли Тогда одевайтесь, возвращаемся домой Алтай сейчас только прибежит Алтай, Алтай, ко мне Молодец Так, давай, ошейник, Алтай Ну, держитесь Мы готовы Михаил Гаврилович, можно чайку? Так пить хочется после этой жары Конечно, Фома Садитесь за стол И Алтаю сейчас водички налью Хотя он там в реке, наверное, напился Надо же, получается, Федор Ушаков в детстве моря и не видел даже? Да, Федор родился и вырос на Волге, далеко от моря Но пойти во флот мечтал с самого детства А родители ему разрешили? Федор пошел учиться в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге Где кадетов обучали всем морским наукам, астрономии, французскому, немецкому и английскому языкам А потом? Сначала Ушаков служил на Балтийском море, потом на Азовском, был капитаном операторской яхты, а потом уже стал служить и на Черноморском флоте Их, хотел бы я увидеть, за что Ушаков свою первую награду получил Наверное, за сражение какое-нибудь, представляю себе Отдать швартовы, равнение по правому борту, огонь! А почему бы и не посмотреть? Ты не против, Вера? Совсем даже нет Ну тогда идите сюда, Алтай, держитесь за руки О, мы что, опять не в море? А, понял! Готовят осаду какую-то! Какой переполох! А почему здесь женщины? И даже детишки есть Ну, это, наверное, мирное население, его нужно спасти или переправить куда-то А тогда почему из-за ограждения не пускают? Похоже на контрольно-пропускной пункт, может там сейчас десант высадится и будет опасно? Молодцы! Отличная здесь организация, и полевая кухня уже развернулась Ага, и палатки, и даже белье сушится над костром уже А вот это странно! Это уже не похоже на осаду! И костры тут какие-то горят! Фу, чем-то невкусным пахнет! А я знаю! Это уксус! Его мама в тесто для блинчиков иногда добавляет Тогда я вообще не понял, что тут такое? А это что за здание? Его прям люди стороной обходят И стоны оттуда доносятся! Это госпиталь, то есть больница! А что происходит, доктор? Я думал, ты так и не спросишь, Фома! Такая у тебя была убедительная собственная версия событий? Ну, ладно, доктор, я понял! Это не осада и десанта никакого нет! Ну, что тут такое тогда? Эпидемия чумы в городе Херсоне Чума – очень страшная болезнь А лекарства нет? Вера, помнишь, Михаил Гаврилович нам рассказывал, что вакцину от чумы только в советское время открыла и испытала на себе наша врач-бактериолог Помнишь, что ее звали Магдалина? А-а-а! Точно! Помню! Как Марию Магдалину! Правильно! Покровская Магдалина Петровна! Но пока вакцин нет, так что главная задача – сделать так, чтобы как можно меньше людей заразилось А как? Вот сейчас мы и посмотрим Ой, а это что тут за лагерь? Это все подчиненный Ушакова Он решил бороться с чумой нестандартным способом А-а-а! Он вывел людей из города, да? Сюда, в степь! Молодец, Фома! Догадался! Да, чума быстро распространяется в городах, где много народа А здесь, смотрите, как все живут В палатках из камыша Ой, здесь всего шесть человек Да, жили небольшими артелями И общаться с людьми из других палаток было строго запрещено Ой, мамочки! Там палатку сжигают! Зачем? Видимо, кто-то из артели заболел В таких случаях палатку и все вещи сжигали А людей переводили в другое место Вон там, видишь, отдельные землянки для больных А зачем дяденьки держат одежду над огнем? Тоже меры предосторожности Ушаков старался использовать самые новые знания о медицине того времени Как теперь говорят, инновационные Одежду и белье регулярно обжигали над огнем Ввели карантин О, тут еще уксусом этим моются Фу, как пахнет! Он тоже помогает бороться с инфекцией Ничего себе! Видите? Дяденька залез на столб Высоко так! На время, что ли, тут на столбы залезают? Вообще-то они на мачты похожи Да, идет тренировка команды корабля прямо здесь, в степи Ой, а что это за мужчины там командуют? Такой строгий Требует от матросов, чтобы они исполняли все команды молниеносно О, сам полез наверх Показывает, как правильно все надо делать И правда быстро он Что, не узнали мальчика Федора? Это он? Нет, ну что-то похожее есть, конечно, если присмотреться Но вообще он так возмужал Высокий стал, крепкий такой Но остался таким же шустрым, как тогда И стал еще более ловким О, а куда это он? Тренировка же идет Федора позвали к тому человеку Это врач Он выписывает лекарства недавно заболевшим А зачем ему Ушаков-то? Он же тут делом занят, матросов тренирует А по лекарствам, наверное, специальный человек есть Да, были ответственные Но Ушаков за всем следил сам Начиная от пополнения запасов воды И заканчивая назначением лекарств Трого так все проверяет Благодаря всем этим мерам В команде Ушакова не было ни одного смертельного случая И болезнь прекратилась на несколько месяцев раньше, чем в поселениях вокруг Доктор, и все-таки я не понял, где сражение? Вы же обещали показать, за что Ушакова впервые наградили Так а я и показываю За победу над чумой ему вручили орден святого Владимира А, выходит, что не за битву? Как раз за битву С чумой И за спасение людей Да, Верочка За спасение многих жизней Ой, смотрите Там матросы на качелях раскачиваются С пушками Мы же уже такие видели однажды И правда Когда про Димитриевскую субботу говорили Да, это они так учились стрелять во время качки Да, пока продолжается карантин Команда Ушакова тренируется Ну что, можно и возвращаться Алтай Что-то вы мало тостов съели Давайте-ка садитесь за стол Я чайник подогрею Я совсем не против Ммм, вкуснотища И что, они достроили флот и отправились в плавание? Да Началась война с Османской империей Я такую страну не знаю Сейчас она называется Турция Только тогда это было государство Во много раз больше современной Турции Они захватили Константинополь Ага, это и сейчас столица Турции Но называется Стамбул Да, под гнетом Османской империи Были близкие для нас народы Греки, сербы, болгары, армяне А турки довольно жестоко обращались с порабощенным Как, например? Тяжело было Забирали детей у родителей насильно Заставляли их отказываться от своей веры И воспитывали из них новых воинов-янычаров Ой, бедная мама Да и не только мама Многое было И разбой, и... Ну ты подрастешь И на уроках истории в школе сама все узнаешь Получается, у Ушакова была прямо освободительная миссия? Ну, в каком-то смысле да Но была еще и миссия по выходу в Черное море Когда-то наши предки ходили по нему на кораблях Византию Но за время Ордынского ига Вся морская мощь Киевской Руси исчезла Да уж, серьезная выходит Перед Ушаковым задача была Это точно При том, что наш Черноморский флот Только вот, можно сказать, родился Как бы там ни было Со временем Федор Федорович стал командовать Всей Севастопольской эскадрой Вот вы так говорите, командовать эскадрой Но начальником же так просто не становится Значит, были какие-то сражения, после которых его повысили? Фома, ну ты прям очень верно И даже по-военному рассуждаешь Да, была битва у острова Федониси О, тогда скорее Вот последний глоток И я готов, все Ой, подожди меня Я сейчас Все Все, я вылезла из-за стола И ты уже здесь, Алтай И даже уже с Ошейником Ну, шустро и живы, а Ну, ладно Отправляемся в морское путешествие Закрывайте глаза И держитесь крепко О, ветер в лицо Ой, матросы бегают Все такие встревоженные А там Ушаков, да? Не похоже что-то Это другой дяденька Но, кажется, он тут главный А где тогда Ушаков? Это командир севастопольской эскадры Граф Марко Войнович Мы с вами на флагманском корабле Преображение Господня А почему этот командир такой хмурый? А ты сама посмотри Вон туда Ой, мамочки Сколько кораблей! Это турки Видишь, флаги красные с полумесяцем А вот это наши корабли Я знаю На них белый флаг С голубым крестом Андреевским Правильно, Вера Но наших кораблей Гораздо меньше И не только кораблей У нас и боевых орудий меньше И людей почти в два раза Ну, тогда понятно Почему он такой печальный? Бедняга За голову все хватается Он что, совсем не верит в победу? Они уже встречались с турецким флотом И потерпели поражение Но сейчас очень важно задержать противника Чтобы он не подошел к Очакову Городу, который заняли русские войска Что-то диктует? Послание Ушакову А что там написано? Просит Ушакова сжечь главный турецкий корабль Если тот пойдет в их сторону И что надеется на избавление от битвы А почему мы не на том корабле, где Ушаков? Наверное, потому что здесь безопаснее, да? Не совсем Но скоро вам все станет ясно Турки приближаются А наши корабли тоже вперед пошли Мы как будто от них отстаем Нет, мы стоим в строю А вот авангард не держит строй А идет на сближение с неприятелем А что такое авангард? Авангард – это передовая или головная часть флота Ну, которая впереди А, понятно Мне кажется, этот адмирал, ну, воинович Как-то не рад, что Ушаков ушел вперед Просто действовать так, как Ушаков, было не принято Все морские баталии проходили примерно по одному принципу Большие линейные корабли, как вон тот, на котором плывет Ушаков Выстраивались в линию Поэтому они и назывались линейными, да? Ну, конечно И обстреливали друг друга до тех пор, пока кто-то не победит Но Ушаков нарушил этот закон Он сломал построение и ушел вперед Он уже так близко с тем большим турецким кораблем И еще подходят Они почти рядом, только пока не могут друг по другу стрелять Разворачиваться надо, боком встать друг к другу Ой, как страшно за наших там Еще бы, у турок пушек-то больше Кто-то уже начал битву, и как громко они стреляют Это наши корабли быстрее развернулись На турецких команда работает не так слаженно Вот они и отстают А турки еще все никак не повернут Смотри, как метко бьют У турок уже пробоина Зато у наших кораблей пока ни одной Ух ты, у того корабля мачта отвалилась Смотри, воинович тоже радуется, прям как ребенок К нашему кораблю тоже уже турки подходят Стрелять начали Вера, Фома, скорее сюда, за мной Ай, корабль качает Смотрите, три турецких корабля назад повернули Ура! Испугались? Это что, их флагман по ним же и стреляет? Да, Гасан Паша хотел их так вразумить Но только ничего у него не вышло Из нашего корабля тоже начали стрелять Ой, мамочки, так громко, я уши закрою В дыму ничего не видно, что там с кораблем Ушакова? Мне кажется, он уплывает куда-то Преследует корабль Гасан Паши Думаю, нам пора Держитесь за Алтаник Как у вас дома тихо И ровно, и не качает совсем Да уж, без качки даже непривычно Я вот не понимаю, как паряки еще стреляют в цель, когда все вокруг качается А вы помните, как в Херсоне матросы качались на больших качелях с пушками? Точно, вспомни, Вер, они же тренировались так Да, и благодаря всевозможным тренировкам и упражнениям Команда была подготовлена ко всему А корабли под командованием Ушакова были более маневренными и точно били по неприятелю Ну да, поэтому хоть пушек и меньше, но стреляют они точнее А у турок хоть и куча орудия попасть не могут Точно Кстати, в этой битве при Федонисе у Федора Федоровича не было ни одного погибшего Да и повреждения судов были незначительными Да уж, как он отважно вперед рванул и обстрелял этих турок И потом он стал главным на Черном море В 1788 году Ушаков был назначен командующим Севастопольской эскадры А два года спустя и всего Черноморского флота И тут уж держитесь, враги Да уж Доктор, так он победил турок? Можно и так сказать Ведь благодаря Ушакову турки в 1792 году подписали мирный договор По которому Крым и Очаков стали принадлежать России А почему? Он же только на море воевал А нам, Михаил Гаврилов, сейчас все покажет, правда, доктор? Ну и хитрецы живы Да уж, конечно, покажу, что с вами делать Ура! Я только трубу подзорную возьму Ну ту, которая у вас там в комнате лежит, можно? Конечно, бери Идите сюда, давайте руки Ну, наконец-то, мы на корабле! И вот он, Ушаков, прямо перед нами! А что это он делает? Молится? Да и не только он Вся команда молится перед трудной битвой, просит помощи у Бога Ушаков такой серьезный Как будто самый важный момент сражений именно сейчас происходит, да? Да, точно Возможно, так оно и есть Ой, а мы не так далеко от берега, оказывается Какая там скала большая? Это мыс Называется Калиакрия Калиакрия Это в Турции? Нет, это современная Болгария Просто тогда она была под властью турок А вот и турецкие корабли Но там еще какой-то флаг неизвестный Это пиратский флот из Алжира Во главе с Пашой Саидом Али Ничего себе союзничков они вызвали Боятся наших, да? Турки звали Ушакова Ушак-Паша И действительно, очень его боялись После нескольких морских поражений Какой-то дымок уже над морем Да, Ушаков обстрелял турецкие корабли И они вынуждены были отойти от берега А наши корабли вышли на ветер Как это вышли на ветер? Ну, значит, ветер теперь в наши паруса дует А не в их Видишь, какая скорость у наших кораблей? Угу, быстро плывут А там на берегу кто? А на берегу-то тоже пушки стоят Это турецкие батареи Ушакова-то дяденька что-то рассказывает А он как-то улыбается Можно сказать, смеется Докладывает ему о состоянии турецкого флота А еще о том, что алжирец Саид Али хвастался Что пленит Ушакова Привезет его в цепях в Стамбул И будет возить по городу в клетке Ничего себе планы Ха, напугал Сначала попробуй победить Вон Ушаков уже команда отдает Пройдем между берегом и турецким флотом А дяденька с ним не согласен Да, говорит, что они на мель могут сесть И что их батареи с берега расстреляют Но Ушаков, кажется, ничего не боится Это был очень смелый Новаторский, можно сказать, ход Никто до него так не выстраивал атаку Дяденька спрашивает Не нужно ли перестроиться? А куда? Ну, раньше флот нападал Выстроившись в линию Считалось, что это наиболее удобно А Ушаков вроде бы не отдавал команду перестраиваться Да, сказал он Мы пройдем прямо так тремя колоннами Ну, все Команды отдает Готовь с левый борт Батареи мне отвечать Всем эскадром следовать за мной С Богом В сторону вверх Все забегали, засуетились Матросы так быстро все делают Как у них это получается? Так Ушаков подготовил команду Матросы оттачивали свои умения каждый день Даже когда стояли на якоре у берега Ну, все, началось Наши полят на полном ходу А батареи турецкие даже попасть в них не могут Ха-ха Дай мне, дай мне трубу, Фома На, держи Фу, там на турецком корабле Такая неразбериха Все бегают туда-сюда, туда-сюда Не понимают, что произошло Да у них корабли вообще друг в друга врезаются Так им и надо Турки и не ожидали, что Ушак-Паша начнет атаковать прямо так Не перестроившись Кажется, в себя немного пришли Тоже начали отвечать из пушек Давайте-ка немного отойдем Вот сюда хотя бы В сторону Здесь безопаснее Ага Так странно Турецкие корабли вроде бы и в линию выстраиваются А те другие плывут куда-то вперед Алжирец Саид Али решил действовать отдельно Видите, он со своими пиратами пытается обойти русскую эскаду Ушаков тоже понял, кажется, что этот Саид Али хочет сделать А ну, не дадим зайти себе в тыл Еще! На ветер захотел! Идем на сближение! Ого! Как мы близко с кораблем этого Саида Али! Друг напротив друга идем, параллельно! А вот и нет! Их корабль теперь отстает! Ушаков хвалит команду, быстро работают! Всей линией в атаку! Сомкнуть дистанцию! Так, наши преградили дорогу этому алжирцу! Ой, какой резкий поворот! Вот это маневр! Просто суперточная работа! Бить по флагману всем правым портом! Ого, так его! Только щепки летят! Мы так близко к нему подплыли! Ого, вот же сам этот Саид Али! Ага, Ушакова увидел! Злой такой стал! Но немного испуганный! Будешь знать, Саид Бездельник, как давать хвастливые обещания! Правильно, Ушаков! Так его! Вон его пираты какие несобранные! Не то, что на нашем корабле вмиг выполняют команды! Так, дети, отойдите от кормы! Все-таки они тоже стреляют! Нет! Матрос ранен! Да, к нему сам Ушаков подбежал! Поддерживает его, рану прижимает! И легкая зовет! Скорее, врача, врача, эй! О, все! Врач пришел! С палубы раненого уносят! Надо же! Я не думала, что капитаны сами матросам помогают! Ага! Тут же еще всякие лейтенанты, офицеры и ботсманы есть! Так обычно и было! Выстраивалась иерархия! И капитаны не жалели жизни матросов! Но для Ушакова каждый человек был ценен! Да он вообще тут всем помогает! О, смотрите, понесся в самую гущу! Там же опасно! Туда снаряды летят! Поэтому и матросам тяжело снаряды забивать! Ушаков поддерживает их, подсказывает, куда лучше бить! И... Хотел уничтожить флот неприятеля! А вот... Вот как же люди? Ну, которые там, на кораблях! Обычно специальная команда спускалась в шлюпках на воду! Ушаков всегда подбирал моряков с вражеских тонущих кораблей И доставлял их на берег! Ну, все, ребята, нам пора! А как же продолжение битвы? Ну, дома расскажу! За чаем! Ой, так... Поставим-ка чайник разогреваться! Что-то я даже проголодалась! Дайте мне, пожалуйста, вот тот французский тон! Эх, не досмотрели битву! Наши догнали турок! Началась буря, в которой погибли многие турецкие корабли И Ушаков не стал преследовать их Он не хотел рисковать своим флотом Жизнь людей была для него важнее славы Не стал рисковать жизнями матросов, чтобы настичь врагов! Молодец! Два дня он ремонтировал повреждения А потом уже отправился вслед туркам Ну да, у нас там пробоины были, конечно Но ни один корабль не затонул И людей погибло в десятки раз меньше, чем у турок И что? Они нагнали турецкий флот? Им не пришлось Почему? Вот что писала об этом Екатерина Великая Испуганный при виде своих кораблей Лишенных мачт и совершенно разбитых Султан Селим II Тотчас же отдал приказ Кончить мирные переговоры, возможно, скорее И его высочество, заносившееся 24 часа тому назад Стал мягок и сговорчив, как теленок Ха-ха, представляю себе Сидит такой султан весь в шелках и золоте Думает, что он весь такой непобедимый Рохат лукум ест И над предложением России о мире посмеивается Угу, а сам в трубу нет-нет Да и посмотрит, как там его корабли Наш флот побеждают? Ага, а потом раз А все его фрегаты без мачт На рваных парусах еле плывут Тут он понял, что если не подпишет мир Сейчас этот ушак-паша Стамбул возьмет в осаду И все, конец, приплыли Ха-ха, да и нет Скорее-скорее, давайте, говорит Подпишем уже договор Какие там у вас условия? Что-что, Очаков и Крым, забирайте Ха-ха-ха Установились новые границы Благодаря которым мы обезопасили себя от нападения турок Ну, а Ушакова-то наградили за это? Да, он получил орден святого Александра Невского А потом снова воевать отправился Ему еще больше кораблей доверили А потом он стал, можно сказать, главой города Севастополя Почему? Он же был моряком Война закончилась И Ушаков следил за флотом и командой Руководил созданием порта в Севастополе На свои средства строил казармы, госпитали, рынки Прокладывал дороги, устраивал колодцы Перестроил Ушаков и соборную церковь святого Николая Каждый день его можно было найти в этом храме И что? Даже ни в каких войнах больше не участвовал? Ну, конечно же, участвовал Но случилась неожиданная вещь Ушакова пришлось вступить в союз С кем вы думаете? С англичанами, с немцами А вот и не угадали С турками Как так? Они же только что друг против друга воевали С битвы при Калиакрии прошло несколько лет И армия под командованием Наполеона Бонапарта Уже заняла Мальту, Египет, Италию, Греческие острова Ничего себе! Это все французы захватили? Верно ты даешь! Это же Наполеон! Он весь мир чуть не завоевал, как Тамерлан Ага! Про Тамерлана что-то помню Но все равно, как Ушаков смог вместе с турками воевать? Нам нужны были союзники против Наполеона Ушаков понимал это Это была довольно серьезная угроза для нас и для всего мира То есть на Турцию напал Наполеон, а мы помогли туркам свои земли вернуть? Нет, было иначе А как? Да проще показать В путешествии? Ура! Отдай-ка, скорее сюда! Хватайте поводок Глаза закрыли? Ну, тогда в путь Ой, а что это здесь такое? И где мы? Это Греция Остров Порфу Мы на какой-то улице А что за здание перед нами? Тюрьма На повозке привезли нескольких мужчин и даже женщин Ого, сколько здесь заключенных! Она не переполнена? Да, мест уже не хватало Недовольных людей становилось все больше Эти охранники с ними так плохо обращаются Даже ружьями бьют, чтоб быстрее проходили Пойдемте отсюда, дышать совсем нечем Да и на улице очень жарко Пойдемте вот по этой улице Площадь какая-то А почему женщины плачут? Здесь французские власти вершили казни Это что, этих всех людей привезли на казнь? Кошмар какой! Ой, уже ведут на этот... На... Как его? Ишафот Верочка, может тебе и не стоит на это смотреть, а? Я не могу Мне их так жалко Но может, может чудо произойдет? Вон, видишь, они молятся Греки тоже православные, как и мы Видите, правой рукой крестятся Хоть бы им помогли Ой, а что это за шум? Скорее в сторону, дети Вера, уйди с дороги А кто эти люди, дядя Миша? О, они же французов бьют И приговоренных к казни освобождают Да, это отряды повстанцев А куда они? Сейчас бегут к тюрьме Своих освобождать Те, кто попал туда за сопротивление французам А мы с вами дальше пойдем Мы их еще встретим Да уж Как-то здесь многое разрушено Смотри, какие храмы разоренные А почему там француз на коне въехал в храм? Так разве можно? Разумеется, нет, Верочка Ну, я думала, они тоже христиане Конечно Но дело в том, что несколько лет назад Во Франции произошла революция И что, там верующих начали преследовать? Да, начались гонения Ясно Морем запахло Да, вон уже берег И спуск к морю, видишь? А что там за... А, это же наши солдаты Откуда они здесь? Это десант Который Ушаков высадил с помощью отрядов повстанцев Прежде чем осаждать крепость Корфу А она считалась неприступной Адмирал отправил послание к местному населению Попросив о помощи Какой догадливый И действительно ему помогли Вон они вместе теперь против французов дерутся И наши, и греки Уже из кораблей лодки к берегу плывут, смотрите Ушаков из лодки выпрыгивает А вокруг него люди толпятся, встречают И детишек сколько А чего это они делают? Зачем в карманы морякам залезают? Эй! Да они конфеты туда суют, видишь? Ой, правда, а зачем? А взослые цветы под ноги Ушакову кидают И руки к нему протягивают Наверное, это благодарность, да? Да, видите? И из окон машет руками Ого, какие радостные! Да! Но это не самое важное, что Ушаков сделал для них А что же важное? Ну-ка, Алтай Покажи-ка нам остров спустя некоторое время Колокольный звон Вон там, там церковь Так звонко и радостно звучит Бом-били-бом Из храма выходит монахи С иконами, с хоругвями И Ушаков с ними Что-то он несет В руках у него ковчег С мощами одного очень почитаемого святого Кого? Ну-ка, вспоминайте Чьи мощи находятся на острове Корфу? Мы с вами говорили об этом святом Святителя Спиридона Тримефунского Правильно, Фома, молодец! А я, а я тоже вспомнила Вы этого святого очень почитаете Вы тоже были на этом острове У мощей святого Да, был Его не только я Но и все верующие Очень почитают Наравне с Николаем Чудотворцем И Ушаков, видимо, тоже Вон как осторожно идет Молитвы поет А я не поняла Что же это за самое главное? Что Ушаков для греков сделал? Ну, идет крестным ходом с ними Подумаешь? Верочка Православие много веков Было здесь под запретом А Ушаков вернул на остров Православную веру Но при этом и людей Которые исповедовали другую веру Никто не притеснял Здорово! Ну что, нам пора домой Вот это да! И огромный турецкий флот победил И неприступную крепость У французов отбил Вот это я понимаю Не только это Ушаков писал в записке О своем служении российскому флоту Благодарение Богу При всех боях с неприятелем И во всю бытность Оного флота Под моим начальством на море Ни одно судно Из Оного Не потеряно И плененными Ни один человек Из наших служителей Неприятелю не достался Точно! Ни один корабль не утонул И ни одного человека В плен не взяли, да? Что? Правда? Именно так Более того Под началом Ушакова За многие годы Воевали десятки тысяч Матросов и офицеров А погибло во всех сражениях Около пятисот человек Ну это просто чудо какое-то Не чудо А помощь божия Ушаков всегда Особенно молился Перед сражениями И напутствовал моряков Идя в бой Читайте псалмы И вас не возьмет Ни пуля, ни сабля Я вообще не знал Что Ушаков был таким Верующим? Да, он был Настоящим христианином Но это неудивительно Его дядя Тоже был святым Что? Как так? Да уж Об этом в школе Тоже не рассказывают Дядя Ушакова Служил в преображенском полку Но потом Захотел стать Воином царя небесного Это что значит? Он бежал из столицы В пустынные леса Жил отшельником И скитался Убежал из полка? Жизнь в миру Стала для него невозможной Он стремился К богообщению Укреплялся в посте И молитве Нет, службу оставлять нельзя Что за беспорядок? Не переживай Его разыскали И привели к императрице Она его велела наказать Наверное И правильно Императрица Фома Как раз поняла Что перед ней Особенный человек И позволила ему остаться В Александроневском монастыре Где он и постригся в монахе А потом? Со временем Он перебрался С учениками В мордовские леса Где основал Санаксарский монастырь А как звали этого святого? Преподобный Феодор Санаксарский В миру Иван Ушаков Просто удивительно Удивительно не только это А что еще? Хочу вас В последнее на сегодня Путешествие пригласить Снова на море? На этот раз на сушу Давайте Мы согласны Да, у нас есть еще немного времени Алтай Ну-ка иди сюда Хорошему иди Раннее утро Так свежо И росой пахнет Какой лес вокруг Да уж Густой А в лесу Церковь виднеется Пойдемте зайдем Алтай Ну подождешь нас, ладно? Ой, монахи уже поют Хоть совсем еще рано Как красиво А еще несколько человек Не монахов Тоже здесь молятся Мириан А среди них Ушаков Только старенькие уже Я уж думала Он тоже монахом стал Нет Он жил Уединенно В своей деревне На выходные Приезжал в храм И великим постом Жил в монастыре Ну, в общем Жил почти как монах, да? Он и молится Так же, как они Глубоко задумался Как будто Ну, будто он Вообще Даже не здесь Ну, пойдемте К Алтаю Алтай Ну, как ты тут? А вот и Ушаков Выходит Пойдем за ним Ой, это что Кладбище? Да Здесь вот покоится Дядя Ушакова Преподобный Феодор Санаксарский Ушаков Монаху что-то говорит Просит о чем-то Просит, чтобы После смерти Его похоронили Здесь же Рядом с дядей Они выполнили Его просьбу Да, но это позже А сейчас Мы к Федору Федоровичу Домой переместимся Обгоним его Ненамного Ой, я думала Он здесь один живет А тут столько людей Встречают Ушакова Подбегают к нему Только что-то На родственников Они не похожи Кто это? Это разные люди Которые приходили К Ушакову за помощью Какие-то проблемы По службе Нужда Да мало ли чего А он все записывает Обещает помочь А кому-то и деньги дает Вот просто так Так вот И жил последние годы Флотоводец После своей службы Постился Молился Помогал ближним Ну, держитесь за поводок Возвращаемся Но это же не конец Правда, дядя Миша? И вы же не забыли? Да нет, конечно Про Федора Ушакова Снимали фильмы Его именем Называли Улицы и корабли А чуть меньше Двадцати лет назад Его прославили В лике святых Теперь он Святой Праведный Воин Федор Ушаков Я понимаю, почему Он побеждал врагов Но и жалел их Спасал тонущих людей Был строгим начальником Но и берег своих матросов Переживал за каждого Одерживал великие победы Помогал людям Всю жизнь посвятил Служению Родине И очень верил в Бога А часть жизни Вообще прожил как монах Наверное, редко бывают люди Которые так вот Все вместе в себе соединяют, да? Да, он был примером того Как можно по-христиански Исполнять свой долг Любить людей Родину И Бога Я, пожалуй, дома еще Про него почитаю А мне почитаешь? Конечно Но нам пора уже, Михаил Гаврилович Спасибо, что зашли Будем ждать вас снова с Алтайкой До свидания, дядя Миша Спасибо вам за все Пока, Алтай До свидания, дорогие До новых встреч В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Этот и другие выпуски Энциклопедии Вопросы Веры и Фомы Вы можете бесплатно Скачать по адресу Дети.радиовера.ру Продолжение следует...